Ха-ха! Короче, прикинь, что Акстар скинул озвучить. Типа сегодня Акстар притворяется, ну, типа, новичком с реальными преподавателем с Авито, а потом, ну, как всегда, вжаривает. Говорит, что сегодня самая крутая реакция преподавателя, не вошедшего в первую часть. Ну, ну посмотрим. Приятного просмотра, братан. Смотрю вместе с тобой. Если обманул, за яичишки его повесим. В начале позапрошлого видео я объявлял розыгрыш гитары и 25 тысяч рублей. Итоги были в моем инстаграмм akstar.music. Мне реально приятно разыгрывать гитары, потому что победители присылают видео с гитарой, о которой они мечтали, и у них такие счастливые лица. И в этот раз я решил разориться. Ну, и еще потому, что это помогает в продвижении ролика. В общем, сегодня мы разыграем целых 5 гитар Yamaha C40. И чтобы участвовать, тебе нужно поставить лайк, подписаться на канал и оставить любой комментарий, но не более трех, это проверяется. И через 24 часа в моем инстаграмм akstar.music будут итоги этого розыгрыша. Да. Всем привет. Да, притворяюсь новичком. Вторая часть. Потому что я под первой 50 тысяч лайков, как мы и хотели собрать. И снимать продолжение, честно говоря, я не собирался. Поэтому в этот раз я попрошу очень много лайков, с расчетом на то, что эта цифра даже не наберется. И мне не придется страдать, снимая следующую часть, потому что это реально очень сложно и долго. Поэтому 150 тысяч лайков, и я начну снимать следующую часть. Таким образом, лайками вы показываете, что вам эта рубрика все еще интересна. И как вы помните, я снимал обе части одновременно. И на вторую часть, то есть эту, я оставил самые крутые реакции. Позитивные или не совсем. Погнали. Приятного просмотра. Так, сейчас я за гитарой своей схожу, секундочку. Давай, окей. Только у меня, знаете, у меня гитара не такая, как у вас. У меня она почему-то маленькая. А, у тебя акулеле. А что, это не гитара? Нет, это гитара, просто это разновидность гитары. Она как бы это... Ну, это американская гитара, разновидность гитары американская такая. Такие вот, как эти... Короче, в Америке было модно, вот, ну, такие небольшие гитарки. А я просто думал, на них легче будет научиться. Не, ну, обычно-то у меня тоже есть. Обычно надо, да? Как? Ну, такая нормальная? Такая будет правдоподобнее. Ну, так. Потому что у тебя там, вроде как, на той четыре струны? Сколько у тебя там на той? Да, четыре. А это совпадает... А я же тебе показываю на шестиструнке. Вот. Ну, и потом поем, значит, да, это все дело соединяем. А я вот так просто не умею играть вообще. А? Вот так вообще не умею играть. Вот так вот? Да. А, ну, можно, смотри, поможет... Не, ну, так-то умею. А вот на гитаре так не умею. Ну, давай попробуем просто вот так, отработаем движение. О, уже близко. Ага. И на припеве то же самое, просто как бы там голосом... Кстати, припев я разбирал. Припев я разбирал, но без вокала, точнее, вот без аккордов. Там по-другому. Я могу сыграть. Давай. Сейчас. Там вот это вот. Только там добавляются еще басовые звуки. А, да, видишь, я-то просто как бы тут идет... Ты как соло, да, разбираешь. Да. Ну, правильно. А у меня... Я тебе показываю ритм-тему. Там как бы... Сейчас, я... Сейчас, секундочку. Я сейчас еще раз сыграю. Просто сейчас. Давай, давай. Давай. Ни фига себе ты даешь. Соляку такую выдал. Ты прям сам это все... Сам смог это сделать? Вот так вот разложись по партии? Я видео смотрел на ютубе. И я... У меня очень хорошо вот развита вот эта вот способность перенимать. Вот. С видео. Я посмотрел несколько раз. Вот. И вот как-то научился. Слушай, обалдеть. Просто шикарно. Нормально. Ну, то есть... А ты вообще... У тебя практика сколько... Сколько ты вообще занимаешься гитарой? Слушай, ну, гитара у меня около недели дома. Да ладно. А до этого ты нигде, никак, ни... Даже вот вообще не это самое... Ну, вообще никак. Ничего себе. Молодец. Я думаю, что... Скоро ты уже сможешь давать уроки. Ух, знали бы вы, как на самом деле проходит съемочный день подобных роликов. Только я закончил снимать урок с одним преподавателем, так сразу же нужно ставить камеру на подзарядку, потому что до следующего преподавателя осталось 15 минут. А нужно еще подправить грим, придумать, что говорить следующим преподавателям. И я привык извлекать из таких пауз пользу. Переключаю свой мозг на что-то совершенно другое. И чаще всего я расслабляюсь в игрушке... Free Fire. Удобно, что могу по-быстрому сюда заскочить, пока аккумулятор заряжается. И мне хватает буквально 10 минут, чтобы раскатать всех под ноль. Кто не в курсе, это батл-рояль или типа голодные игры? Прямо сейчас высаживаются 50 тел из самолета на остров, и начинается битва за выживание. Я относительно недавно начал играть в Free Fire, и мне эта игра сразу зашла. Очень круто детализирована, особенно прокачка персонажей. Вы только зацените этого модника. Вообще, тут у каждого есть свое особое умение, и плюс, что мне очень нравится, можно выбрать себе боевого питомца, который будет помогать тебе в катке. А если зайдем в коллекцию эмоций, то увидим новую, очень крутую фишку в игре. Free Fire заколабили с самим Криштиану Роналду и запустили предновогодний танцевальный челлендж. Вы выбираете любую эмоцию персонажа в игре и записываете с ней короткий видос в клипы ВК или Инстаграм. Главное не забыть поставить хэштеги New Year Emote Challenge и Free Fire Ru. А сейчас внимание. Челлендж проходит с 21 по 25 декабря, поэтому торопись. 26 числа Гарена будет выбирать 5 победителей, каждого из которых ждет крутейший новогодний подарок. А из тех, кто укажет свой игровой ID, выберут еще 10 счастливчиков, которым отправят подарки прямо в игре. Ссылочку я так и быть оставлю в описании. Я думаю, будет удобнее на ты, наверное, да? Что-то разница. Ну да, да, да. Просто к Новому году, там, празднике, хочется как бы всем близким сыграть что-нибудь красивое. Удивить, да, да, да. Они не знают, что я учусь сейчас сыграть на гитаре, и это будет прям сюрпризом таким. Вот, поэтому нужно сыграть круто. Я написал, что я хочу «Титаник». Угу, угу. Вот. С пением как бы, да, вот полностью вот сыграть, спеть. А, с пением? Ну ладно, давайте попробуем с пением. Ну, попробуем, да. Ну, я покажу момент небольшой. Музыка. Музыка. Очень классно. Спасибо. Вот, как-то так это будет звучать. Итак, значит, нужно разобрать аккорды. Их тут всего три, они там чередуются в определенной последовательности. Знаешь, что такое баррэ? Это когда мы весь палец вот на все эти дорожку кладем. И я на прижимаю, прижимаю этот палец. Отлично. Так, хорошо, а что ты вообще на гитаре? Я выучил три основных аккорда за месяц. Я занимаюсь не то чтобы много каждый день, но стараюсь вот уделять хоть несколько минут игре на гитаре. Угу, угу, хорошо. И, Сякс, ты еще научился... Титаник я уже пытался разбирать. И он как-то вот так звучит. Ну ладно. Хорошо. Так, ну это получается ты просто мелодию играешь. Но мы сейчас разбираем с аккордами все. Ну, давай попробуем. Все, отлично. Так, значит, ставишь баррэ на четвертом ладу. Так, что-то не то звучит. Ой, на какой лад? А, четвертый? Четвертый, да. Вот, отлично. Это первый аккорд. Слушай, на самом деле, я уже пытался разбирать немножко другую часть. Но она без вокала. Но я могу сыграть. Может, ты оценишь вообще, как удивятся, как бы близкие или нет? Угу, ну давай, давай. Да, конечно. Угу, ну давай, давай. Вот такая вот версия. Ну я не знаю, как бы, как это реагирует близкий. Может, это не очень звучит. Ээээ, это звучит хорошо, более чем хорошо. Ага. То есть нормально, если я так сыграю? Да, 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 конечно, ты можешь вот так, даже не знаю, что сказать, так и играй. Хорошо, спасибо. Очень круто. Сколько ты играешь на гитаре? Так, получается около месяца, наверное. Месяца? Угу. У тебя определённо... Я забыла слова. В общем, я в прошлом видео, значит, сказал, что я хочу набрать 2 миллиона подписчиков до Нового года и что-то не сработало. И я решил действовать по-другому. Если мы наберём миллион девятьсот тысяч подписчиков до Нового года, то я делаю первый в России гитарный стрим, который будет длиться 24 часа. А если мы наберём каким-то образом 2 миллиона подписчиков, тогда будет 48-часовой гитарный стрим. Прикиньте, 48-часовой стрим без пауз, без всего. Я даже спать буду, если придётся прямо в кадре. Будет чат-рулетка, много всего интересного. В общем, если набираем миллион девятьсот, тогда будет стрим, который будет длиться 24 часа. А если набираем 2 миллиона каким-то неведомым способом, то будет 48-часовой стрим. Представляете, двое суток стрим гитарный. Значит, сегодня я бы хотел научиться играть какую-нибудь мелодию красиво. Так, ну если ты купил гитару, значит, ты, наверное, хоть что-то уже умеешь играть на ней. Или вообще... Пока так себе, пока не очень. Пока я научился вот эту штуку играть. Ну хорошо. Сейчас, сыграю. Чё-то такое. Ну вот, из мема. Ага. Ну хорошо, а какая вообще цель-то? Ну то есть ты просто для себя как-то в компании хочешь читать? В общем, к Новому году удивить родственников. Они никогда не слышали, как я играю на гитаре. Хочу прямо им сбацать, они офигеют. Наверное, так. Какую-то определённую песню? Вообще нет. Просто, чтобы вызвать реакцию у них. Па-па-па-па-па. Ну смотри. Я вообще сам цыган. Ага. Вот. По национальности. И мне, конечно, больше всего нравятся какие-то цыганские мелодии. Ну знаешь, вот это... Цыганочка. Да-да-да-да, цыганочка. Правильно. Ещё называется лингер. Можем с тобой разучить её. Можем что-то попроще. А я смогу её сыграть? Она достаточно простая. Да, здесь смотри. Здесь самые простые аккорды, по сути. На ней все учатся играть на гитаре. Ну то есть вот получается АМ. Да. Потом ЕМ. И дальше пошли. Ну вот А7 здесь есть, конечно. Он посложнее. Вот. Ну, можно попробовать. Ну, играю я лучше, чем пою. А мне просто интересно. А можете что-нибудь такое вот просто выдать офигенное? Что угодно. А, ничего. Вообще, что угодно, что умеете играть. Что лучшее, чтобы я здесь выступал? Или чтобы я тебя обучал гитаре? Да. Как бы деньги твои мне, по сути, всё равно. Но, по сути, ну, как бы, мне кажется, что больше нужно войти в педагогический аспект. Но, если быстро, то я делал Высоцкого. И сейчас, если вспомню. Повремени, повремени утром мудренее. Но и утром всё не так. Нет того веселья, или куришь. Отлично, смотри. Немножко, вот у всех привычка новичков, они начинают ставить немного, как будто бы у нас шарик здесь, около грифа, да? Ага. Вот как будто бы ты рукой держишь шарик. И вот таким образом, выгибая руку, неудобно должно быть, мы ставим пальцы. Первый аккорд, вот у нас. А можно я сыграю мелодию? Я сам её сочинил. Послушайте, вот у вас всё-таки опыт есть. Ну, давай. Вот такая вот. В принципе, мне кажется, что лучше всё-таки сначала немного набить руку, научиться каким-то азамо-основам, а потом уже вот вступить к сочинению мелодий, вот. Не могу сказать, что она как-то относится к музыке, вот, но, тем не менее, всё впереди. Хорошо, ладно, всё, давайте. Я готов. Сложный аккорд А7. Смотри. Мы ставим лизинец на второй лад первой струны. Есть одно произведение, может, я ещё раз сыграю? Это я не сам сочинил, но оно тоже красивое. Как звучит? Мне кажется, что это какой-то, типа, это какой-то пранк или что-то такое. Так что? Можешь даже учиться у меня чему-то ещё. А что ещё у меня можно? Слушай, ну вообще, вообще есть жонглирование, есть... Я жонглирую ещё. Ага. Вот. И одноколёсный велосипед. Ну, в общем, в цирке можно будет выступать. Ага, ну да, да, но только если ты из Питера. И если я не волк. Какая-то такая шутка была там, вроде бы. Да, ну, короче, ну я понял, что ты не юморной блогер, у тебя здесь серьёзные дела. А, да, спасибо. Ну, всё, поехали. Вроде красиво. Ну, ладно. Ещё раз так, аккорды. На этом всё, я надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забывай участвовать в конкурсе на 5 гитар и Махты 40. Всего лишь нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить любой комментарий, но не более трёх. И ты участвуешь в розыгрыше гитары. И итоги будут через 24 часа. В моём инстаграм. akstar.music Также не забывай, 150 тысяч лайков. Если когда-нибудь вдруг наберётся, то я начну снимать следующую часть. Надеюсь, что нет. Это нереально сложно. Спасибо, что провёл со мной своё время. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok